друзья дорогие зрители здравствуйте с вами бесконечно веселая рубрика вопросы и ответы рубриков которые я расскажу все что захочу и кому-то погадаю на картах да мы с моими картами будем отвечать на ваши вопросы которые вы прислали в комментарии к предыдущей программе пролог отличная шутка не моя она из интернета вопрос в редакцию что делать если мужчина остыл ответ если мужчина остыл то по христианскому обычаю его нужно закопать и мы продолжаем разговор про отношения мужчины и женщины ну скорее разбираем проблемы в отношениях между мужчинами и женщинами любая сказка романтическая или любой романтический фильм заканчиваются свадьбы ну или просто воссоединением возлюбленных воссоединением пары да то есть любящие люди преодолевают по сценарию разные препятствия на пути друг другу побеждают разных злодеев там на не знаю переплывают реки перелезают горы и в конце концов оказывается вместе что было дальше мы не знаем после того как двое обрели друг друга мы не знаем потому что в этом месте наступает уже конец сказки или конец фильма и предполагается что после вот этой кульминационной сцены ну например когда состоялась свадьба между золушка и принцем наши герои будут долго и счастливо жить но почему-то в жизни все бывает не так а часто с точностью наоборот два человека встречаются начинают отношения продолжают отношения не знаю могут дойти там до любой какой-то стадии более или менее промежуточной или финальной а потом отношения портятся вот такие ситуации это тема сегодняшней программы и отношения могут портиться по разным причинам но я назову наверное такую главную ключевую проблему момент с которого рушится но буквально все момент после которого отношения более менее конструктивные здоровые счастливые каких вы все хотите практически вы невозможно это момент угасания или умирание отмирания ухода из че из че момент исчезновения именно мужского желания вот для этого я вам расскажу рассказала этот анекдот из категории черного юмора дело в том что мужское желание это знаете такая несущая стена несущие образующие необходимая конструкция для отношений именно мужское желание это вот некий столб энергетический можете представить его в любом виде на вот прошу прощения за сравнение конечно если она кому-то показалось сомнительным мужское желание это вот как раз таки основа отношений в принципе почему они начинаются почему они зарождаются продолжаются присутствуют и так далее когда желание есть собственно есть и отношения есть что обсуждать но когда желание мужского нет изначально вообще она в принципе не присутствует нам тут и говорить не о чем да она нет суда нет если нет мужского желания то никакой истории не будет мужчина не подойдет к девушке девушка ему не ответит в общем никакая сказка никакой кино никакого кино не состоится для большинства же историй печальных драматических работает другой сценарий мужское желание зарождается и присутствует разной интенсивности в отношениях долго ли коротко а потом она отступает куда-то девается но я думаю что многие или наверное все девочки это проходили причем в очень разных формах нам приходится вот это вот наблюдать момент угасание до момент когда мужской когда мужчина теряет желание теряет интерес и всегда это конечно история очень противная наблюдать разочарование или холод в глазах партнера невыносимо неприятно как минимуму некоторым больным натурам особо особо впечатлительным и вот давайте попробуем разобраться от чего же это происходит от чего угасает мужское желание начинаем да почему мужчина остыл да сегодня программа будет с лабораторной работой вот какой вам нужно нарисовать женщину и дверь буквально два предмета нарисовать если под рукой у вас есть листочка ручка прямо нарисуйте чтобы потом себя не обмануть чтобы можно было проверить ну можно так просто в воображении нарисуйте женщину и дверь вообразите как они соотносятся на вашем полотне эти два предмета вот интересно что момент угасания мужского желания вызывает одинаковое расстройство что ли или одинаковое недоумение у женщины вне зависимости от того вот сколько времени прошло со знакомства с момента знакомства независимо от того ну насколько состоялись насколько долгими там и конструктивными серьезными были отношениям пример очень явно можно это наблюдать когда мужское желание зарождается и мужское желание быстро исчезает куда-то девается вот представьте ситуацию в каком-то баре ну вот такой бар знаете молодежный в которой часто люди приходят знакомиться молодой человек из до издалека присматривается к девушке не сводит с нее глаз и видно и девушки самой и окружающим видно как в нем вот зарождается это самое желание потом он набирается смелости к этой девушке к объекту грез своих своей фантазии такой кратковременной подходит знакомиться с девушкой и что и казалось бы вот только что он хотел познакомиться мечтал то есть у него родилось желание и ну и логично предположить да что он продолжит с ней знакомства там хотя бы если не теперь то на завтра ее куда-то пригласит но этого почему-то не происходит вот он подошел познакомился поговорил они могли выпить даже по коктейлю и все молодой человек вдруг растворяется уходит глаза его погасли глазки потухли и он исчез в виртуальном виртуальной форме такое тоже можно наблюдать на каком-нибудь сайте знакомств если вы практикуете до какой-то вот там молодой человек с привлекательной фотографии слава богу что не чужой добивается вашего внимания расположение вот он вам что-то пишет вызывает вас на переписку пытается добиться вашего ответного внимания какого-то интереса ну как правило мужчины очень умеют производить впечатление в этот момент он наверняка что-то обещает выставляет себя в лучшем свете и как-то ваш интерес провоцирует что происходит дальше ну на лицо мужское желание да здесь как минимум желание переписываться познакомиться и можно предположить что дальше когда вы ему ответить тем его интерес поддержатся и он будет еще активнее писать там искать встречи и так далее вам уже фантазиях рисуется благополучная и долгая любовная история а этого не происходит не происходит то есть мужчина который только что настойчиво писал умолял чтобы вы ему ответили чтобы вы заметили его после коротенькой переписки там два-три каких-то диалога исчезает с поля из поля зрения полностью исчезает вы разводите руками и говорить а в чем дело что такое он он же только что был он был такой настойчивый так много успел пообещать некоторые мужчины правда успевают прямо звезду с неба пообещать на первом свидании если бы вы знали сколько таких вот историй я мне приходится читать которые мне присылают на почту и девушки разводят руками в чем дело что что случилось куда она делась но это такие коротенькие истории до которые не знаю там по десятку на неделю со всеми случаются а вот любой другой можем срок взять встречаетесь вы там два месяца с молодым человеком то же самое ведь его желание активность и все потом желание на лицо тут для нашей истории сегодня для нашего обсуждения важно чтобы желание это было ну предположим она была есть проходу не дает приглашать на свидание каждый день а потом вдруг пропадает исчезает ему уже ничего от вас не надо ни писем не внимания в общем он сливается как говорят то же самое может случиться и в браке к сожалению если даже вы прошли какой-то долгий путь долгое знакомство отношения складывались вы познакомились с родителями друг другу в конечном итоге поженились и здесь в этот момент то же самое может случиться вот это вот обидно и угас угасание мужского желания мне кажется ну большинство браков наверное именно так и распадаются вот и от этого страдают и вполне логично задаться нам вот здесь вот вопросом а куда же он удивается почему она быстро ну или чуть позже растворяется это самое мужское желание но самокритичные девушки я надеюсь среди вас такие есть обвиняют во всем себя ну например плохо борщ ему готовила не смогла понравиться что-то не то говорила делала глупости где-то слишком давила или наоборот упустила дала много свободы не знаю много там можно при желании себе претензии предъявить другие девушки менее самокритичны и я думаю что вот эта аудитория самая многочисленная другие девушки когда ищут причины угасание мужского желания мужского интереса находят их в каких-то злых третьих силах это внешние факторы называются то есть например наш брак разрушила свекровь такое или очень часто наш брак разлу разрушила или нашу любовную историю наше знакомство нашу любовь разрушила соперница очень часто мне кажется это вообще такой случай абсолютно самый популярный на красивая и смелая дорогу перешла в общем она там соперница злодейка разводит нас и также много девушек обвиняют во всем его собственно самого этого мужчину да вот он только что был активный все обещал везде звал потом исчез бросил сбежал ну вот просто он козел и там еще разные могут быть эпитеты и нецензурные так далее на эту тему вот и это все правда скажу я вам на самом деле это все правда первое ваши ошибки второе третье силы вплоть до магического воздействия да это же все правда третье то что нами злонамеренность какая-то его это все правда это все тоже присутствует и бывает но сегодня не было бы программы сегодня мы я поговорю не об этом я вам назову главную причину но по сути одну хотя она как бы из двух составляющих одну причину главную угасания мужского желания и представьте в данном конкретном случае в этом никто не виноват да в этом случае никто не виноват хотя правильнее сказать что виновата природа человека природа наши вот эти вот когнитивные привычки и чтобы разобраться с причинами угасания мужского желания нужно представлять себе хорошо его структуру что там в нем присутствует там составляющих много или несколько правильнее сказать но один одна один из важных важнейших компонентов мужского желания это невозможность невозможность недоступность отношений потому что вы знаете да что вообще женщина мужчина не взаимодействует непосредственно живой конкретной женщины вот такой вот телесной обычной какой ее видят окружающие и она сама мужчина всегда взаимодействует с неким придуманным им самим женским образом и очень важно чтобы этот образ был невозможным недоступным ну то есть мужчина мечтает и ценит потенциально заведомо ценит какие-то именно невозможные отношения невозможную любовь и ценит именно ту женщину с которой в принципе отношения для него невозможно невозможно по разным причинам потому что она для него в этих обстоятельствах например такая звезда такие девушки как звезды невозможно до нее дотянуться например потому что ну из-за ее какого-то статуса социального например другого из-за ее буквально богатство часто из-за ее красоты когда мужчина смотрит видит девушку очень очень красивую и желание его нарастает но он смотрит издалека и понимают ой ну это такая красотка конечно она для меня невозможно невозможно чтобы такая девушка на меня обратила внимание и вот слышите в этих его словах в этом его представлении о невозможности отношений желание градус желания как нарастают чувствуете да вот она желание вот на этом она держится вот этим вот именно поддерживается часто тоже очень часто большой большую как бы невозможность до недоступной женщины составляет ее принадлежность другому мужчине принадлежность если вот женщина кому-то уже как бы отдана принадлежит неизбежно да нам на память приходят классические сюжеты татьяна в финале романа евгений онегин и собственно сам онегин я другому отдана и буду века ему верно другому отдана мы понимаем что с желанием вот этим вот они гена там сюда довольно сложно но одна из но ведущая сила там именно невозможность отношений то есть он ее полюбил татьяну так отчаянно именно тогда когда связь с ней даже связь даже просто общение даже встречи с ней оказались невозможными вот именно потому что она уже замужем она отдана другому мужчине и градус желания тоже высокий очень у манекен а вот по этой причине вот давайте об этом договоримся да что мужчина жаждет желает ну или хочет есть так по простому сказать всегда больше всех или больше других женщину недоступную или невозможную невозможную для себя возникнуть возьмите ваш листок бумаги на котором вы нарисовали женщину и дверь наша лабораторная работа что у вас получилось в идеале правильный ответ на этом она этот тест эта женщина внутри дверного проема женщины стоит внутри дверного проема потому что на пика мужское желание достигает именно когда женщина в двери когда она уходит или приходит под спорить тут абсолютно бессмысленно потому что знаете подтверждением этому тоже какие-то поэтические образцы служат вот помните выписал на памяти этого не не помню песня или как бы это романс из кинофильма ирония судьбы там герой женя лукашин да поет ты появишься из двери в чем-то белом беспричуд в чем-то там впрямь из тех материй из которых вы пишет неважно ты появишься из двери то есть знаете это такой вечный образ очень очень притягательные для мужчины женщина и дверь женщина появляется вызывает радость и когда женщина уходит она тоже очень желанна и для многих даже более желанна уходящая женщина потому что все сейчас миг ее силуэт растворится в проеме двери и больше ее рядом не будет и возможно она уйдет и больше не вернется ее можно будет вообще например там не увидеть больше вот это все к слову о невозможности и недоступности это то что подогревает этот огонь костер который подогревает всегда больше других мужское желание и второй компонент видите ли мужчины видят в женщинах мужчина видят в женщине всегда определенную загадку мужчине кажется что женщина обладает каким-то даром что у нее есть какое-то сокровище которого у него самого нет и из-за этого вот именно такая женщина представляется очень как правильно независимой или самодостаточной и мужчин мужчину именно привлекают женщина который ничто не нужно и никто не нужен и в том числе и главным образом не нужен он сам понимаете да то есть женщина абсолютно самостоятельная самодостаточная и ну не нуждающиеся так скажем вот два таких огня до 2 как конфорки газовые или как мы можем сказать два этих костра воду на которых воду там для грешников греют два костра на которых держится базируется мужское желание первое это невозможность отношений с женщиной и второй костер это женская абсолютная самостоятельность то есть это признак женщины который от него вот конкретно от этого мужчины ничего ничего не нужно а вот теперь давайте разберемся если мужское желание держится на таких двух в общем то очень ну подвижных составляющих подвижные составляющие они очень оценочные они очень личные такие знаете необъективные то когда это уходит одна что-то одну как но неизбежно это они уходят вместе приходят вместе уходят вместе вот мужское желание как раз пропадает и ослаблять и это как раз то вот о чем я говорил тут никто не виноват великое противоречие великая сложность здесь состоят как раз в том что вот эти две составляющие мужского желания невозможность и самостоятельность самодостаточной женщины существовать долго держаться не могут нет вопросов нет если отношения не состоялись если парень так и не решился к девушке подойти ее образ навсегда остается с ним вот таким вот недоступным она оказывается абсолютно самодостаточной он может сколько угодно леветь этот образ мечтав там до самой пенсии и дольше но если знакомство состоялось если отношения начинаются складываются но как минимум знакомства до вспомним ситуацию в баре то невозможность недоступной женщины снижается или исчезает вовсе но вот только что в том же баре он смотрел на нее как на какой-то но невозможный фантастический идеальный образ прокручивал в голове эту мысль что ни за что это невозможно чтобы она со мной заговорила чтобы она просто меня заметила после знакомства вот она уже с ним заговорил она его заметила улыбнулась ему да может быть даже согласилась с ним там продолжить вечер где-нибудь понимаете да вот вы слышите уже в моих словах как невозможность недоступность этой девушки сдувается снижается и все абсолютно сходит на нет и он бедняжка понимает что эта королева оказывается вот так вот там легко или трудно неважно как он это оценивает вот она досталась и все вот этот вот это вот базовое на чем его желание возникла невозможность отношений вот это улетучилось а если больше ничего не было или не возникло то соответственно с этим улетучилось и мужское желание а девушка например который этот парень подошел в том же баре до подошел и сбежал тут же вот она начинает там рефлексировать и разбирается в себе что я не то сказала может быть у меня там не знаю прическа сломалась испортилась может меня макияж потек может я там салатик неаккуратно ела может я там ляпнула что-то но не знаю вот она и не может понять почему вот с такой страстью подошел и тут же исчез а на самом деле никто не виноват и парень это не виноват и девушка не виноват никто не виноват виновата природа самого мужского желания понимаете да который неизбежно исчезла когда удовлетворилась ну это немножко знаете такое извращенное удовлетворение желания можно сказать что она удовлетворилась потому что невозможность исчезла и и то же самое может и то же самое вернее не может а происходит и в долгих длительных отношениях ну например замахнемся на самое большее на брак вот долго парень мечтал там покорить сделать девушку своей сделать ее допустим своей женой потому что она вот какая-то звезда для него они мечтают все его друзья она красивая успешная из какой-нибудь непременно богатой семьи там папа у нее генерал и так далее вот он мечтает на ней и жениться и долго долго считает что это невозможно чтобы такая звезда варила ему борщи и ждала его там вечерами дома ну как-то получается что все-таки брак состоялся свадьбы состоялся вот они оказываются вместе и что здесь тоже наступает ну вот это вот разочарование вернее не разочарование даже вот опять же вот это желание его ему не на чем держаться если не возникло чего-то ценного другого по сути невозможность же баллада брака а теперь все случилось возможно вот она здесь она никуда не денется на каждый день будет каждый вечер он придет с работы все равно и будет со мной а может она и не ходит ни на какую работу будет меня ждать вот и все и с этого момента вот в таком браке начинаются большие проблемы колоссальные потому что уходит это самое мужское желание на любой стадии это может произойти после там месяца свидания или через полгода важно что это очень субъективный момент остается ли с мужчиной ощущение вот невозможности недоступности женщины или она уходит и 2 это то что вот я сказала подозрение мужчиной когда мужчина подозревает женщину в абсолютной абсолютной самодостаточности то есть он уверен что ей от него ничего не нужно что в ней самой или у нее самой абсолютно все есть на этом тоже держится мужское желание но тоже она держится до поры до времени и может вот эта иллюзия самодостаточности женщины тоже может развеиваться очень скоро опять же вернемся к ситуации в баре раз уж мы ее взяли сегодня за образец да вот она эта картинка прекрасная незнакомка на удалении такая невозможная недоступная у нее явно все есть у нее есть интересная насыщенная жизнь наверняка много мужчин мужчине естественно он думает про то что она если ему нравится то она нравится еще там буквально всем и миллионам других а вот у нее все есть зачем ей я и что ей от меня может понадобиться мне нечего ей дать но он подходит к девушке и оказывается что ей что-то от него нужно в буквальном смысле может действительно нужно например как экстренно нужно чтобы он ее там подвез куда-то да да домой отвез например или вот у нее деньги закончились ей нужно чтобы он там ей ну не знаю кофе купил и понимаете мужчина понимает что у женщины чего-то нет и она может что-то от него брать и в чем-то от него нуждаться и вот эта ситуация наверное особенно драматично разворачивать именно в браке если до брака например девушка живет на свои деньги живет самостоятельно или с родителями полностью со своей жизнью справляется имеет друзей увлечения и вечно некогда у нее может быть и временем много на этого жениха то и не туда ее образ вот выглядит абсолютно самодостаточным а в браке женщина вот такой вот самодостаточной не может оставаться правда женщине тут же что-то от мужчины нужно чтобы он выбросил мусор чтобы он стал отцом ее детей чтобы он принес ей зарплату чтобы он ей там помог не знаю шторы снять и так далее то есть и под она постоянно что-то от него просит или требует и таким образом видите вторая составляющая второй столб мужского желания тоже рушится женщина оказывается не самодостаточной женщины есть выбор можно в первое не согласиться на отношения с мужчиной который нравится женщины так поступают часто это вроде бы нерационально и странно но очень часто женщины так делают особенно скажем там с определенными жизненными взглядами или с комплексами как их называют женщина не соглашается на отношения таким образом она мужское желание оставляет за собой но практически навечно представляете то есть мужчина никогда не забудет никогда и никогда он не сможет забыть эту женщину которая ему категорично самого начала отказала на пике его желания да это тот самый незакрытый гештальт как так называемая то есть она сохранила недоступность в его глазах невозможность то есть он убеждается в том что о чем он и так думал невозможность не отношения и она ему подтверждать так друг все стопы ничего не будет уходи да и он убеждается что это правда что с ней отношения невозможны и все иметь желание его никак не угаснет от этого она наоборот знаете это пламя поднимается до неба потому что вот этой невозможность подогревает и точно так же вот такая женщина сохраняет иллюзию самодостаточности ей же от него ничего не надо раз она его отвергла отказала ему значит она ничего не взяла него подарков не его внимание не его любви там кольца от него и так далее вот это первый путь да но он такой но не конструктивный то есть если вы будете так поступать со всеми мужчинами которые вам нравятся вы сохраните конечно целый такой шлейф мужских желаний целую историю шлейф мужских разбитых сердец за собой но вы будете одиноки понимаете да вы ни с кем из них не проживете счастливую семейную жизнь а второй вариант ну более как бы естественный но вот он с этими минусом которые я перечислила вы соглашаетесь на отношении с мужчиной но вы подписываете тем самым соглашаясь на его притязание вы подписываете тем самым тот самый вот этот дьявольский контракт все я соглашаюсь пойти на с тобой на свидание неважно или стать твоей женой или там встретиться с тобой у тебя дома но я при этом понимаю что я становлю отношения для тебя становятся доступными возможными и твое желание будет проходить угасать вот это надо понимать вот этот момент не знаю насколько я убедительно или доступно это рассказываю но надо понимать всегда когда вы соглашаетесь на что-то что вам предлагает мужчина по тем самым вот это вот свое недоступность невозможность размениваете в ее снижаете мужское желание падать это неизбежно понимаете это вот такая аксиома это какие-то базовые вещи вот так работает наше сознание вот так работает мужское желание и точно так же это касается самодостаточности женщины если вы соглашаетесь на отношения вы никак не сможете эту свою самодостаточность но вот в таком идеальном полном объеме поддерживать никак потому что вы все равно мужчины что-то будете брать будете у него что-то спрашивать чему-то учиться просить совета или просить какой-то помощи или поддержки без этого не обойдетесь в этом собственно суть отношений состоит и он вашу это не самодостаточность обязательно заметят что тоже его желание снизит вот видите вот выбор у женщины есть два пути не согласиться но остаться желанный навсегда либо согласиться и далее уже от балансировать пытаться это желание как-то неизбежно постоянно снижающиеся постоянно его чем-то поддерживать подпитывать а чем вот встает вопрос да здесь ну какой-то тупичок мы зашли в такой экзистенциальный тупик первое плохо второе получается еще хуже и вот вот в этой связи нужно вспомнить что мне кажется нарочно искусственными методами вот мужское желание в этой ситуации поддержать нельзя можно либо родиться такой женщиной которая вот умеет и отдаться мужчине и все взять у него от зарплаты да там я не знаю здоровья забрать и при этом оставить за собой и ощущение невозможности и ощущение самодостаточности свои такие женщины есть вы знаете в народе их называют стерва или хищница как правило именно такими такие женщины отхватывают себе самых лучших альфийских самцов самых богатых самых красивых успешных желанных завидных женихов именно вот отхватывают вот такие женщины их ужасно не любят свекрови заловки разные там подруги коллеги их мужей потому что вот прям видят это очень много неприятных слов на эту тему есть она его там захомутала заколдовала она его использует она там его в общем эксплуатирует и так далее и тому подобное а вот вот такие женщины но нарочно такой женщины не станешь ведь этому это нужно с этим нужно родиться либо впитать с молоком матери что называется и кстати молоко матери здесь не фигура речи потому что ну вот действительно скорее всего девочка учится быть хищницей именно от мамы вот девочка если она растет в такой семье где маме удается удерживать такого хорошего завидного папа удерживать я вот на этой вот иллюзии девочка может насмотреться вот этих вот приемов перенять вот эту вот модель поведенческую потом она вырастет и тоже будет хищница стервой там и кем угодно но представьте не обязательно может быть девочка умненькая и она наоборот все видит по-настоящему замечает да может быть ей она даже где-то больше видит чем взрослые может быть она папу жалеет а может быть ну просто девочка с принципами такая и ей противно вот это все ей все это кажется какой-то недостойной манипуляции и тогда она вырастет и будет вести себя точно наоборот точно наоборот то есть она как раз будет в отношениях очень такой примитивно честный простой мы знаем да что как правило такие честные девочки проживают жизнь свою в полном тотальном одиночестве с тридцатью кошками вот а если нету в детстве модели вот такой вот для образца у девочки то есть где этому научиться вот сервозности давайте общим словом это назовем да то скорее всего ей в жизни этому не научиться просто это это как фигурное катание да то есть если тебя не отдали туда в четыре года то потом как бы ты не старался но в 1217 начинать поздно уже все равно ты никаким чемпионом не будешь вот с этими историями вот точно также я думаю то есть что я хочу сказать некоторым женщинам удается уже находясь в отношениях долгих в браке даже находясь убеждать мужчину что для него она по-прежнему недоступная и любовь и постоянные отношения мы в основном ее любовь до ее чувства к нему по-прежнему для него невозможны недоступны и недостижимы вот представьте все вокруг будут замечать что на самом деле но это не так естественно здесь имеет значение только его собственное мнение то как он воспринимает эту ситуацию и похоже история самодостаточностью женщины ну честные девочки знаете которые вот просто по простому так видят жизнь в браке или постоянных отношениях по-честному сохраняя пытаются сохранять вот это вот самостоятельность самодостаточность например они работают делают карьеру там не расстаются со своими добрачными подругами стараются может быть заводить какие-то себе хобби вне брака вообще вот такую вот самостоятельно ведут социальную или карьерную жизнь как раз таки для того чтобы оказывать партнеру мужу показывать что вот она в общем ни в чем не нуждается что она хоть и с ним но у нее на самом деле есть свое и без него у нее все хорошо и все есть и она в общем может без него обходиться ну хотя бы без его денег без его зарплаты может обходиться потому что она сама например хорошо зарабатывать и тут вот опа опять все 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 непросто вот представьте что такой способ он хороший потому что он честный какой-то понятный он такой вот похвальный и но он далеко не всегда работает вот представьте женщина может и зарабатывать больше мужа может быть ну по-своему звездой может быть очень авторитетной на работе или среди в кругу своих знакомых она может быть она может действительно объективно в мужчине в своем в муже вообще не нуждаться абсолютно но он рядом он рядом находясь все равно будет уверен что она все получает от него все имеет за счет него что все что у нее есть ей не принадлежит а это все она как-то забрала выманила или выпросил у него что он дал ей жизнь и все ее ресурс и весь ее авторитет и даже все ее деньги иногда мужчинам который не очень умный они могут даже прямо так жене говорить да жена там может быть должность председателю совета федерации занимают да а он ей говорит да кем бы ты была без меня да кто ты без меня вот то есть эти женщине при всех стараниях объективно объективных стараниях все-таки не удалось сохранить вот эту вот иллюзию для мужчины иллюзию ее самостоятельности а есть другие женщины вот это те самые стервы я прошу прощения если кому-то не нравится это слово ничего ругательного просто синоним я никакой тут здесь не придумал но слово стерва я думаю она очень доступна всем понятно и как раз таки наоборот за стерв и многочисленные многочисленные женские курсы и тренинги они же на это и направлены там как раз учат эта школа стерв собственно как вот мужчину удерживать на за эти два крючка невозможность недоступность и моя сама самодостаточность все курсы на этом же как раз построены я каким-то базовым вещам учу учу но я думаю что и курсы и марафоны это все у нас с вами впереди вот обязательно сделаем так вот у женщин ну которые умеют давайте так умеют обращаться с мужчинами вот у женщин у таких у них получается они могут вообще ничего не делать они не работают не зарабатывают ничем вообще в жизни не занимаются не интересуются не имеют какого-то даже круга общения за стенами дома например общаются только с друзьями мужа да там семейными парами но при этом давай таких женщину как правило базовая нет финансовой независимости они полностью за деньги мужей живут абсолютно полностью да прям бомбят кошельки их но при этом таким женщинам удается для их мужей все равно поддерживать иллюзию их самодостаточность и он бедняжка живет рядом с ней и не знает и не понимает вот все вокруг понимают что у нее без него ничего нет ни копейки денег ни одного друга там никаких нормальных родственников ну просто ничего никола не двора никакой не образование ничего за души что нет все вокруг родственники друзья все прекрасно понимают что она без него ничто что она только придаток к своему мужчине да а он бедняга ходит и всю жизнь только на нее и молится потому что вот а он в отличие от всех уверен что она обладает даром она абсолютно самостоятельно ей никто и ничто не нужен включая его самого рач есть программы традиционные ваши вопросы и мои ответы я бесконечно вам благодарна за вопросы комментарии все очень интересно читать очень интересно отвечать на них вот например счастливая любимая пишет ну а теперь нужен выпуск про отношения мать и дочь всем пригодится я думаю и знаете я сначала подумал ну наверное не всем это пригодится потому что не у всех есть дочь а потом подумала нет всем пригодится потому что у всех есть мать до обязательно сделаем это это большая тема интересно и она очень-очень для многих наших зрителей зрительниц будет достаточно болезненный ольга романова пишет очень надеюсь что будут темы про работу или про вопросы суда не знаю наверное думаю что не будет таких тем по крайней мере в ближайшее будущее у нас есть много интересного про вопроса суда это вам нужно индивидуальное гадание личное заказывать у меня или у какого-то другого специалиста я не знаю вот прекрасный вопрос очень в тему не только в тему сегодняшней программы но и любой другой нашей в рубрике вопросы-ответы бэри блю спрашивает как понять насколько ты нравишься мужчине вы про какую-то шкалу обещали рассказать шкалу сейчас точно не помню обязательно вспомню расскажу знаете есть такое выражение неизвестному автору принадлежит или кто-то из великих сказал если вы понравились мужчин не какому-то то поверьте он сделает все возможное и невозможное для того чтобы вы об этом узнали и вообще это не задача женщины узнавать заботиться о том кому она нравится какому мужчине это задача мужчин потому что мужчина ищет женщину ведь мужчина намного больше нуждается в женщине нежели женщина в мужчине и почему мужчина ищет женщину а не наоборот потому что именно потеря потерявший ищет пропажу а не пропажа ищет того кто ее потерял правда поэтому этот вопрос вот с одной стороны он такой вроде бы актуальны а с другой он приторический он не требует ответа потому что вам всем девочки не нужно беспокоиться о том что догадываться как-то узнавать что вы кому-то нравится это не ваша задача с этим разбираться это все понимать мужчина сделать все возможное просто поверьте чтобы вы об этом узнали если она есть если он не делает а значит этого нет просто лола просит обсудить тему теща и взять потому что у нее три дочери и хочется знать мнение моё и коллектива прекрасно учту но нам нужны вопросы для карт и я вам напоминаю что вы можете присоединяться к вопросам присоединяться к вопросам то есть кто-то спрашивает я мы с картами отвечаем то есть я гадаю на карта а вы если у вас есть похожий аналогичный вопрос можете присоединиться и когда не сработает тоже для вас это же вы какие-то ответы услышите вот еще не могу пропустить маргаритка пишет скажите пожалуйста согласны ли вы с убеждением что лучше не рожать поздних детей интересно ваше мнение ну на самом деле я уже высказывалась мне кажется каких-то программах я согласна с этим убеждением что лучше не рожать поздних детей если вы уже взрослая так скажем я вас не отговариваю если вы взрослая но только теперь например появилась возможность или желание рожайте ради бога на здоровье я более обращаюсь сейчас молодым девушкам вот что что в этой жизни но рождение детей нельзя откладывать категорически ни в каком смысле не лучше вообще ни в каком первое биологии физиологии мы с возрастом здоровее не становимся и ладно что там сердце суставы все это отказывает все это все хуже хуже дело в том что генетический материал портятся и поздние дети под большим очень риском родятся именно по генетическим болезням вот и ну зачем так рисковать а есть еще и факторы естественно социальные и ментальные и чем меньше вот этот вот возрастной разрыв между родителями детьми естественно тем более культурных совпадений фильмы одни книжки одни одежда 1 взгляды музыка 1 понимаете конечно молодым родителям намного легче понимать подросших детей но значительно легче вот ну много-много всего еще поэтому в целом вот ко всем обращаюсь если вы вообще в принципе не важно сколько вам лет сейчас но если вы вообще в принципе когда-нибудь в этой жизни сегодня чают 3 если вы в принципе хотите иметь детей планируете рожайте сейчас прямо сейчас для этого дела как и для любого другого подходящие момента не бывает не будет в будущем какого-то идеального времени когда вы сможете родить ребенка нет никогда не будет карьера вас отвлекает она будет еще больше отвлекать денег не хватает также будет их дальше не хватать ни от кого и дальше будет ни от кого понимаете да вы не дождетесь вот этого идеального момента для рождения ребенка а время упустите во всех смыслах поэтому да я в целом очень сильно против поздних детей и на примере многих знакомых я наблюдала каких-нибудь знаете возрастных родителей ну когда у меня дети в школе например учились что-то что-то такое не очевидно или более явно проблемные всегда таких семей просматривается но это мое мнение я единственное исключение кому я разрешаю и советую рожать детей за или рожать там или заводить их любым другим способом это богатые люди вот богатые люди могут плодиться хоть вот вообще до 90 лет если они там морозили себе эти клетки суррогатного материнства сейчас много способов для сильно богатых людей совершенно другие вообще в принципе законы законы жизни работают понимаете деньги тяжелой энергии очень мощная она все меняет преобразует все и поэтому вот богатые люди имеют право рожать когда угодно обзаводиться детьми потому что они легко компенсируют все что не додали детям все что не додали да вот они компенсируют деньгами вот и все да и что еще хотят а ну и потом рано рожать рано детей выгодно хотя бы потому что тогда вы увидите и понянчите внуков понимаете то есть вы свою жизнь больше наполните радостью вы вас больше будет родственников наследников по прямой первой очереди понимаете больше родили вы в 20 ребеночка он в 20 вам внуков принес тот правнуков понимаете да и вот вы уже на идеальные фотографии сидите окружены большим-большим своим потомством а если вы в 40 родили вы внуков а потом ваш ребенок 40 родит все внуков нет не увидели вы или может на последнем издыхание там фотографию в телефоне рассмотрели поэтому да я полностью 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 за самые ранние роды ну до 18 сейчас считается незаконно рожать да хотя вы понимаете да это придумки государства потому что до дата 20 даже века до начала 20 века рожали когда могли сразу начинали рожать вот когда физиологически появлялся эта возможность никаких границ не было вот прекрасный вопрос до карт мы опять никак не дойдем надеюсь что вам интересно розетта вайлд пишет можно ли у вас спросить почему вы считаете что хорошего психотерапевта не существует но не в первый раз от вас это слышу есть мне ответ исчерпывающего конечный почему не существует хорошего психотерапевта вот смотрите все очень логично на самом деле хорошего психотерапевта не существует для вас уважаемая зрительница его не существует для меня. Его не существует для большинства нашей аудитории. Почему? Значит, хороший психотерапевт — это талант, довольно редкий, это довольно серьезное образование, серьезный труд. Таких специалистов просто мало, и они на расход. Хороший психотерапевт существует для, дайте подумать, ну для какого-то чиновника из администрации президента или из Совета Федерации. Хороший психотерапевт существует, ну для Филиппа Киркорова, например, или для кого еще? Для Геннадия Зюганова, да? То есть, понимаете, я что хочу сказать? Они не существуют для нас, в доступном для нас с вами пространстве. Они все на пересчет, их передают вот как драгоценность из рук в руки, по очень большому блату, за очень большие деньги, нам туда не попасть, не достучаться. Поэтому нам проще это воспринимать так. Не существует, понимаете? Они в другом мире, на другом измерении, так же, как для нас не существует хороших парикмахеров, например. Для нас не существует уборщиц хороших, потому что они убирают вот там, на Рублево-Успенском шоссе все, понимаете, да? А вот кого мы можем пригласить? Вот они нам только в разводах паркет оставят и все. Ну вот так, вот так мир устроен, все. Людмила пишет, благодаря вашим видео я второй год откладываю поход к психологу. Это тоже, да, продолжение темы. Вот. Хотела бы заказать натальную карту, куда можно обратиться. Пожалуйста, заказывайте, я вам радостно сделаю вашу натальную карту. Могу в записи, могу в скайпе вам ее рассказать. Пишите мне на почту все условия, как заказать гороскоп. Гадания есть в разделе «О канале». Раздел называется «О канале». Далее Анна Б. Би пишет, да, ну или Б, или, да. Пишет, что мужчины, как вы относитесь к утверждению, что мужчина выбирает в жены женщину, похоже на свою мать или наоборот совершенно не похоже, полную противоположность. Это так, вот абсолютно на 100%. Вот единственное, что хочу сказать. Не обязательно мать. Вот мы слово «мать» можем заменить. Мужчина выбирает себе женщину, ну в жены там или в спутницу жизни, да, выбирает себе женщину, похожую на женщину, с которой у него была самая крепкая эмоциональная связь в раннем детстве. Для большинства это точно мать. Ну, большинство детей, людей, да, мужчин выращивают матери. Ну, не всех же, да. У кого-то мать в разъездах, например, в геологических экспедициях. И вот мальчик вырастет, у него образ няни будет примиряться на женщин, у кого-то бабушка растит, поэтому более образ бабушки проецируется. Ну, если ребенок, скажем, в каком-то учреждении воспитывается, там дом малютки, детский дом, там тоже воспитатели, нянечки, вот это все. Детское сознание выхватывает какой-то образ. Кому больше доверия, какая-то женщина больше нянчится, больше внимания уделяет, больше запоминается. И потом это все как бы проецируется, да, мужчина выбирает. Но надо понимать, что, конечно, мужчина это делает абсолютно бессознательно. Вот это очень важно. Ни один мужчина своей избранницы, жене, в порыве страсти не сказал, как ты похожа на мою мать! Я тебя выбрал, потому что у тебя нос, вот, картофели видны, как у моей матери. Ну, нет, он сам этого не осознает. И слава Богу, что не сказал, и слава Богу, что он сам этого не понимает. Причем внешне самое интересное, да, опять же, тут можно придраться к слову «похожее». Мы предполагаем, ну, внешность похожая. Вот мать высокая, крупная женщина громогласная, значит, у него жена будет такая. Но на самом деле все тоньше. Детское вот это вот сознание, это то, что в подсознании потом уйдет признаки, выхватывает что-то одно, понимаете? Это может быть похожесть голоса. Внешне, скажем, свекровь и невестка не похожа, но у них могут быть для него тембр голоса, может быть, похожий. Что-то другое там, я не знаю. Вот. Это все, как бы, довольно тонко. Хотя иногда, конечно, и часто, вернее, не иногда, а часто я вижу, проигрывается до смешного. Я прям знаю мальчиков каких-то, юношей, мужчин, которые женились на женщинах. Вот точь-в-точь и внешне копиях их матерей. Вот точь-в-точь. Прям как будто бы они вот целый мир обошли, чтобы найти вот одну, которая, ну, так совпадет портретно с матерью. Или наоборот, непохожую, полную противоположность матери. Вы помните, в прошлой программе мы говорили на тему мужчина и его мать. И я говорила, что отношения мужчины, мальчика с матерью, бывают плохие. Плохие, да? Если мальчик матери не доверяет, стесняется ее, всячески все от нее скрывает. И самое главное, он как будто бы живет ей назло. То есть, чтобы вот все делает в этой жизни, чтобы ее не порадовать, а расстроить. То есть, проигрывать такой антисценарий, кстати, это очень сильную связь дает как раз для мужчины с его матерью. Вот именно антисценарий. Плохие вот эти отношения. То есть, это отрицательная зависимость называется. И вот такой мужчина, мне кажется, да, он склонен выбирать девушку совсем другую, вот иную, абсолютно не похожую на мать. И почему это интересно вообще все исследовать, мне кажется? Ну, интересно вам сравнить себя со свекровью, например, да? И тут выводы напрашивать. Ага, так, я похожа на его мать. Значит, у него, скорее всего, с матерью хорошее отношение. А если, да, я совсем не такая, как его мать, значит, его отношение к матери не такое хорошее, как он декларирует. Там много выводов можно сделать. Что же, переходим к гаданиям. Мы с картами будем отвечать на вопросы, которые вы присылаете в комментарии, присылайте еще. Мы рады вас читать, рады вас цитировать и рады вам гадать. Я все-таки взяла карты покрупнее, чтобы вам было видно картинки. И вот такой вопрос сразу Станислава спрашивает. Принесет ли мне удовлетворение работа по специальности, если не материальная, то духовная? Или вообще ничего хорошего не принесет? Ну, что сказать? Во-первых, вы можете присоединиться к этому вопросу, если наверняка у кого-то еще есть похожие вопросы или такие же. Работа по специальности, вечная боль. Я отвечаю, отвечаю Станиславе и всем, кто присоединился к вопросу. От себя только не могу не добавить, не могу не вставить. Специальность – это важно, это серьезно. Это, знаете, ваша специальность, квалификация, которая прописана у вас в дипломе, это все-таки ваша вторая кожа. И это вечный спасательный круг или палочка-выручалочка для всех, кто не знает, чем заняться. Вы знаете, иногда тоже такие письма мне присылают и мучаются вопросом женщины. Вот не знаю, что мне делать. Так много вроде бы хочу, так вроде бы много могу. Такой широкий, прям бесконечный выбор, вот чем заняться, какой бизнес открыть или кем пойти работать. Помогите разобраться. И я всегда говорю, если такой множественный выбор и трудно остановиться хотя бы на двух каких-то более-менее сносных вариантах, всегда нужно открыть вот эту вот пылящуюся там на антресолях книжечку, она синяя, может быть, у кого-то красная, и посмотреть, что у вас в дипломе в этом самом написано. Вот. И идти работать по диплому, потому что это все-таки не просто так, да, это какой-то промысел божий на кого-то выучился, и как специальность твоя, полификация называется. А для Станиславы я вытаскиваю карты, что принесет Станиславе работа по специальности. В общем, вы поняли, да, я всегда за то, чтобы все работали по специальности. Ох, колесо фортуны! Не только ваша специальность вам по судьбе, но и работать по специальности, это тоже вам по судьбе. Карта говорит, что колесо фортуны крутится, судьба ваша меняется, и, скорее всего, вас подталкивает или подтягивает как раз вот к этой работе, вашу эту самую специальность. Восьмерка Пентакли здесь намекает на учебу, то есть, опять же, вы не зря учились, но, скорее всего, вы можете иметь возможность, да и надо это, еще подучиться. То есть, есть диплом, есть специальность, но можно еще закончить что-то, чтобы получить, ну, не знаю, там сертификат или какую-то более узкую специальность, пройти госпитализацию, курс повышения квалификации и так далее. А вообще, Восьмерка Пентакли, а вообще просто обозначает мастерство, она говорит, что вы вообще-то мастер в своем деле, и почему вы занимаетесь, почему вы не хотите этим делом заниматься, хотя у вас есть навыки, навыки, то есть, вы очень много можете сделать на этом поприще каких-то правильных вещей, правильных дел. А вот Восьмерка Мечей все-таки подчеркивает ваш какой-то негативизм, ваше дурное отношение к этой затее. Вроде бы и специальность по судьбе, и получается у вас, получается хорошо это дело, но для вас выходить, работать по специальности, это прям вот принуждение, вот ощущение, что вы из-под палки это делаете. Такая по эмоциям плохая карта Восьмерка Мечей, как будто вас заставляют. Ну, в данном случае, кто вас заставляет? Ваше внутреннее я, ваш перфекционизм или внешнее обстоятельство. Может, родители пилят и говорят, ну вот, чё ж ты выучилась на ветеринара, а не идёшь работать. Нинель Орлова спрашивает. Познакомилась с иностранцем, около года в отношениях. Сейчас он живёт в России. Время от времени ездит на родину, уезжать из России вроде не планирует. Я переживаю, что он всё же может уехать однажды. Я с ним уехать не смогу. Посмотрите, пожалуйста, на максимальный срок, на сколько карты видят. Останется он жить здесь или уедет на максимальный срок? То есть вот, Нинель, всё-таки вопросы сяки. Некоторые напрашиваются и к вам. Вы с ним уехать не сможете. Почему? А как же, Великое, с любимыми не расставайтесь? Тут уже вопрос к вашим чувствам. Почему? Если этот человек дорог вам, почему? Что за обстоятельства не даёт вам? Причём вы, это же не в моменте, а это как будто бы вы заранее уже представляете, что нет, 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 дорогой. Ты поедешь, а я на такую жертву ради тебя не согласна. Так, чтобы уехать. Поэтому не знаю. Вообще счастливая женская любовь, именно женская, вот я даже про мужскую не говорю, но счастливая женская любовь, мне кажется, предполагает, вот предполагает такую жертву, как переезд в другую страну. А как же, опять же, вспомним жёны декабристов, да, которые в каторгу по этапу за мужьями отправлялись. Ну, поэтому не знаю, не знаю, почему. Вот, может, вам стоит, Нинель, вначале разобраться вот с этими обстоятельствами, именно почему вы думаете, что вот не сможете с ним уехать, что вам эта страна не нравится, откуда он родом, или что, почему, или работа какая-то у вас уж очень увлекательная, что вы её не сможете бросить. На самом деле, объективных обстоятельств, которые, ну, непреодолимые, вроде вышеописанных, очень мало в жизни людей. То есть всё это при желании можно решить, и не знаю. Поэтому давайте посмотрим тогда максимальный срок, насколько карты видят, останется он жить здесь или уедет. Видите, а его вы оставите без родины здесь, всё-таки хотите, готовы, да? Вы жертвовать не готовы, а от него эту жертву ждёте. Вот ведь как это всё выглядит. Не знаю, не знаю, не знаю. Всё это очень в самом вопросе, понимаете, такие противоречия, что хочется вас ещё спрашивать, спрашивать и гадать. Если бы я сама выбирала вопросы, какие задавать картам, я бы спрашивала совершенно про другое здесь. Но вы пишите, останется он или уедет. Ну, давайте два года, да? Обычно такой стандартный срок, где-то два года будет. Останется или уедет. Так, девятка Пентакли вообще-то довольно статичная. Статичная, да? Три. Очень статичные карты. То есть, насколько карты видят, он здесь останется. Да, и, скорее всего, домом обзаведётся. Останется здесь, потому что ему выгодно. Потому что у него какая-то упорядоченная, благополучная, хотя бы по деньгам даже здесь жизнь есть. И потом десятка Пентакли. Пентакли семья, семейный дом, то есть, он останется здесь жить в собственной семье, в своём семейном доме. Девятка, тем более, они вместе. И этот ваш иностранец остаётся жить в России, потому что ему здесь жить очень хорошо. У него дом полная чаша, отличные доходы, семья. И с такими картами даже рядом туз мечей намекает уже даже на брак. То есть, понимаете, он в браке останется здесь жить, пока никуда не уедет. Ну, а уж с вами этот будет брак или нет, это мы сейчас не спрашиваем. Ну, дороги у него скорой нет. Ксения спрашивает, хочу спросить у карт. Вот такой универсальный вопрос тоже очень многие смогут присоединиться, мне кажется. Ксения спрашивает, каковы шансы на создание семьи с нынешним мужчиной? Тоже спрашивайте. Карта ответит. Каковы шансы на создание именно семьи? То есть, мы имеем в виду брак с нынешним мужчиной. Сомнения. Вот вообще-то иллюзии. Сейчас очень много иллюзорного. Это может быть разрушительно. Но иногда, даже часто, вот эти иллюзии, заблуждения, какой-то туман, что-то придуманное, это подкармливает отношения. Собственно, любви без иллюзий не бывает. Поэтому, ну, не знаю, начало такое достаточно среднее. Кто-то заблуждается, а кто, может быть, мы сейчас поймем. Шут. Вместе семерка с шутом описывает, ну, какое-то очень большое заблуждение. Очень. Знаете, такое... В ваших отношениях пока семью нет, мы не видим с картами. Создание семьи мы не видим, потому что... Знаете, внезапно, внезапно, совершенно резко, безсловно, это по какому-то поводу, какой-то информационный повод будет, отношения запутаются. То есть, скорее, карты описывают такую запутанность в отношениях. И это происходит, ну, может быть, теперь уже есть, то есть вы друг друга плохо знаете, например, или плохо можете считать чувства партнера, или плохо можете считать намерения партнера в отношении себя. Но впереди, и это событие довольно скоро в будущем, например, в течение полугода, да, или там, сколько-то, каких-то месяцев, вот эта вот запутанность, она станет главной в ваших отношениях. И, может быть, кроме нее даже ничего не останется. И, наверное, основная проблема – это вот именно множественный выбор для кого-то. Кто-то, собственно, карты говорят, да, шут, подвижная карта. И семерка. Кто-то не может вот остановить свой выбор, потому что, чтобы люди создали семью, нужно, чтобы женщина остановила свой выбор на определенному мужчине. Да, и сказала, все, так, приехали, больше я не ищу, я остаюсь здесь, с ним. Вот, и мужчина, чтобы то же самое сказал. А здесь такого нет, все так шатко, так спонтанно, все в сомнениях, все думают сразу про многое. Но, я так скажу, это не самые плохие карты, и они не говорят вам прям однозначное, такое категоричное нет, хотя могли бы. Они говорят, что это слишком пока шаткая конструкция, насколько карты видят, пока семьи нет. Кристина Фирсова пишет, понравился ваш обряд разбогатеть. Это в прошлой программе я вам подсказала, там был вопрос. Расскажите, есть ли какой-то там, например, святочный обряд на замужество, какой-то обряд, ритуал, чтобы быстрее замуж выйти. Я сказала, идеально разбогатеть. Идеально, потому что, как известно, мне маменька все богатые невесты красавицами кажутся. Это хороший доход, деньги, богатые родители, большая зарплата. Это лучшее украшение для женщины. 16 лет – это еще более лучшее украшение. Но хорошая зарплата тоже пойдет. Пожалуйста, спросите у карт, устроюсь ли я на работу в этом году? Кристина спрашивает, устроюсь ли я на работу в этом году? И еще интересно, ваше мнение, имеет ли право женщина быть домохозяйкой в наше время? По поводу домохозяйки я вообще полностью двумя руками за. Потому что домохозяйка – это прекрасно. Мне кажется, вообще, женщина как домохозяйка – это даже более мощная производственная или производительная единица, чем, например, сотрудница какого-то офиса. Потому что женщина-домохозяйка, она, во-первых, генерирует очень хорошее место роста или место силы для своего мужа. Она выращивает детей порядочными людьми, есть время тратиться на детей. Ну и вообще, женщина-домохозяйка, у нее много времени, она может заниматься добрыми делами. Потому что, наверное, лучше, если женщина сидит дома и в свободное от быта время участвует в каких-то благотворительных программах, занимается судьбой обездоленных дельфинов каких-нибудь. Мне кажется, это все прекрасно, благородно и более оправдано, что ли, с этической точки зрения, с какой-то планетарной, в планетарных каких-то масштабах намного лучше, чем женщина просто к 8 утра, каждое утро уходит в какой-то офис и помогает очередному предпринимателю зарабатывать деньги на паленых таблетках, например. А чем еще можно заниматься на наемной работе? Просто только кого-то обогащать, да, либо государство, либо частный сектор, ну, в этом очень, скажем так, такой какой-то спорный смысл есть. Поэтому, да, имеет право, и если есть возможность, то нужно быть домохозяйкой. Ну, это зависит, конечно, от объемов домохозяйства тоже. Вот, а по поводу, да, Кристина наивно полагает, Кристина, вы не написали, сколько вам лет, но в любом случае вы наивно полагаете, что вы разбогатеете, если устроитесь на работу. Есть очень хороший просто анекдот, просто анекдот, да, что, ну, такое выражение, скорее, что если вы хотите жить, то придется работать, а если хотите хорошо жить, придется придумать что-то другое. Кристина, если вы выйдете, устроитесь на работу в этом году, или даже в следующем, все равно, вы не разбогатеете, от работы никто не богатеет, богатеют другими способами людям. Вот, ну, тем не менее, вопрос есть вопрос, многие, я думаю, присоединятся. Устроитесь ли вы на работу в этом году? Ого, карта смерти вам выпадает. Большие перемены вполне возможны. Да, вы устроитесь в этом году на работу. Такие крупные карты вам выпали, то есть, ваша жизнь очень сильно поменяется. И вот эти перемены в сумме, в комплексе предусматривают, включают и, в том числе, и смену работы. Но приготовьтесь. Карта смерти, конечно, и счастливые перемены приносят часто, но, в любом случае, очень болезненные. Вот, например, если вы привыкли быть домохозяйкой, да, но почему-то хотите... А, чтобы разбогатеть, я забыла, никак не могу это связать, да и вещи. Почему-то хотите устроиться на работу, вы устроитесь на работу, но жизнь ваша очень сильно поменяется, болезненно, вам придется рано вставать, например, в пыльном вагоне метро, ехать на другой конец там города, слушать неумное начальство, оно всегда такое, ну и так далее. То есть, понимаете, как? Желаемые перемены, говорит карта смерти, обязательно случатся с вами. Но, когда они случатся, вы, ну, вначале не обрадуетесь. Здесь есть карта справедливости, это как раз-таки приказ о приеме на работу, то есть документ такой. Но, в общем, вам эту новую работу карты предлагают, ой, как бы в... ну, в виде подарка, что ли, да, то есть это даже не результат ваших усилий, а просто вам судьба подарит эту работу. Хотя вот строго говоря, здесь карт именно про работу нет. Перемены в жизни, какие-то такие желаемые, но слишком глубокие, слишком глубокая борозда, да, вот, случаются. Хотя я бы больше эти карты отнесла к любви и браку. То есть разбогатеть другим способом. Для вас это брак, большая любовь, большое чувство замужества, которое меняет вашу жизнь. Вот видите, дуплетом, одним выстрелом, двух зайцев. Хотели разбогатеть, чтобы привлечь жениха, чтобы выйти замуж, а получилось наоборот. Вы вышли замуж и разбогатели. Только так это и бывает. Комментарий интересный. Татьяна Гецман пишет, Филипп Киркоров, уважаемый, вопросительный знак, это поле плясок на кресте. Вопросительный знак, фу, ничего я не поняла в этом выступлении, но обратила внимание. Наталья Алекс пишет, хочу наладить свою личную жизнь. Мой вопрос связан с тем, что я хочу создать семью и выйти замуж. Подскажите, вы дали я замуж в ближайшие два года. И главный вопрос, над чем мне надо работать, чтобы моя мечта о счастливом замужестве осуществилась? Почему я ни разу не вышла замуж? Мне 34 года. Может, это какая-то программа моя неправильная? Возможно, страхи. Ответят ли карты на мой вопрос? Наталья, вот в моих программах разной давности и в разных рубриках я отвечаю, стараюсь отвечать на такие вопросы. Почему я, например, не вышла замуж ни разу в жизни? Все подружки по парам, а я все одна. Часто, вернее, в большинстве случаев, это не зависит конкретно от вас. Это не связано с вашими комплексами или, ну, какими-то, знаете, недостатками. Часто это от того, что вы находитесь просто в неподходящем месте. Понимаете? Вы находитесь в таком месте, где для вас просто нет подходящих женихов, мужчин, к которым бы вы подошли. Это может быть город не тот, ну, какой-то маленький там населенный пункт, например, где математически нет мужчин вашего возраста свободных. Может быть, у вас работа такая женская. Это знаете, как традиционно в педагогических университетах, да, есть женский филфак и есть мужской факультет физкультуры. Вот так и в вашей жизни. Женская работа, женский коллектив, женская компания и так далее. То есть вы просто не попадаете, ну, как бы в поле зрения более-менее подходящих мужчин. И вот такой простой, объективный, объективное такое препятствие для того, чтобы вы не вышли замуж, понимаете, да, а вы при этом вот проанализируйте свою жизнь вот так, ну, вот, спокойно проанализируйте, где вы, вот хотя бы теоретически можете познакомиться с подходящим женихом. Можете ли? Где вы бываете? Где вас этот самый, ваш будущий принц может заметить, увидеть? И, скорее всего, вы себе ответите на этот вопрос да нигде, понимаете? Нигде, потому что вы нигде-нибудь дома или на работе. Ну и так далее. Вот и все. Для большинства только этой причины достаточно. Она единственная, но она перекрывает все ходы и выходы. А с вами все в порядке, я больше чем уверена. Знаете, работа учит меня хорошо разбираться в людях. Я по письму, да, по одному, собственно, из одного предложения очень легко делаю выводы о людях. Ну, что скажут карты? Выйдет ли Наталья замуж в ближайшие два года? Тоже можете присоединяться к этому вопросу. О, ничего себе! Законный брак вам выпадает. То есть, знаете, вот эта карта справедливости, она же про документы, про всякие официальные вещи. И она традиционно обещает именно брак, законный поход в ЗАГС. Описывает она момент, когда вы наклоняетесь. Вот я знаю, раньше фотографы свадебные очень любили запечатлевать вот именно этот момент, когда молодые, молодожены, вот у всех, у родителей особенно, да, у ваших родителей, есть же в семейном альбоме вот такие фотографии, когда они над книгой записи актов гражданского состояния, вот они в ЗАГСе наклонились и подписи ставят. Это был сакральный момент для всех фотосессий. Ну, не знаю, сейчас, может быть, тоже так делают. Да, звезда, мечта даже ваша. Ох! Ну, мы вас, Наталья, буквально отправляем сегодня замуж, потому что вот оно, любовь истинная, настоящая, новое знакомство и очень серьезная ваша влюбленность. То есть, видите, замуж не напасть, да, но хотелось бы по любви все-таки замуж выходить, а не просто так, чтобы у какого-то бедолаги отбирать зарплату, да. Нет. Любовь, и, кстати, Паша Кубков, ну, здесь это принцесса, да, Кубков? Ребенка уж даже можете родить за эти два года, запросто. Карта звезда говорит, что мечта ваша сбудется, то есть, это не просто замуж, а вот как вы мечтаете, может быть, включая фасон платья. Вот какое вам платье свадебное нравится? Я про себя могу сказать, я, упаси Господи, никуда не собираюсь, ни в какой замуж, но мне дико нравится платье свадебной принцессы Дианы. Вот никто после нее, там эти ее невестки потом, вот они не смогли этот триумф повторить. Вот это из такой мятой парчи у нее платья, вот с огромными фонариками, вот такими рукавами, но это просто сказка. Да, в общем, так вот, выйдите замуж. Елена Коваленко спрашивает, спасибо за очередной полезный, очень интересный выпуск. Меня волнует один вопрос, не по теме. Ну, я живу и работаю в деревне Краснодарского края, очень хочу поменять место жительства на город, но уже долгое время не могу найти подходящую работу, чтобы отсюда выбраться. Так. Прошу, задайте картам вопрос, получится ли у меня в этом году устроиться на работу в городе и, соответственно, поменять место жительства. Елена даже написала дату рождения, это 2 апреля. Ну, Овнам всегда все удается. Овны долго не принимают решения, долго на одном месте не сидят, да? Потому что есть храбрость какая-то, есть безрассудная отвага. Что скажу, Елена, по поводу сижу в деревне, хочу переехать, ищу подходящую работу. Видите ли, очень многие люди, которые переезжают, ну, может быть, из деревни в город, и даже которые переезжают, например, в другую страну, выходят из зоны комфорта, они выбирают такой путь. Конечно, идеально было бы для всех. Вот это идеальный переезд для всех, да? Найти, ну, в нужном месте какую-то нужную хорошую работу, хороший доход, жилье желательно, там, комфортное сразу, и аккуратненько со своими тырбичками переехать, и все, да? Все хорошо. Есть деньги, есть хороший угол, и все. Это прекрасно. Я думаю, многие так делают, но не все, не все, потому что так сидеть можно долго, пока вы ищете подходящую работу, там, где жить, решаете вопрос, что-нибудь еще, там, какие-то. Это можно долго ждать. Очень многие люди едут вот просто, знаете, как из самолета без парашюта, едут в никуда, ни работы, ни жилья, там, какую-то 3 копейки вот денег, да, взяли, поехали, и на свой страх и риск. И все равно жизнь очень быстро все выравнивает, там, через полгода, но у кого-то, ладно, через год, может, еще больше, но все равно жизнь выравнивается, и работа находится, жилье находится, и все становится хорошо. И это к тому, что, вот, если вы в такой ситуации, тоже всем рассказываю, да, не только Елене, в такой ситуации, хотите переехать, но нет, работы, жилья, поддержки, друзей, финансовые подушки и так далее, не надо ждать, когда это все появится, потому что оно может не появиться, а время идет, а жизнь наша, напоминаю, по-моему, в каждой программе, штука ужасно-ужасно, коротенькая, такая коротюсенькая, вот, миг, и она прошла, и сидеть, ждать, на чемоданах, вот этого случая, когда работа найдется, подвернется, так можно прождать полжизни, и таких людей я тоже встречаю, тоже ко мне обращаются и пишут, вот, хотела переехать, но, там, то работу не нашла, потом еще, ну, вот так и сижу, хотела переехать, 35 мне было, а сейчас 65, вот, жалею, что не поехал, ну, в целом, то есть не надо бояться покидать зону комфорта, поработаете, не знаю, подходящую работу вы не можете найти в городе, но если желание велико, переехать, выходите на неподходящую работу, вступайте официанткой работать, вступайте еще на дауншифт, для чего дауншифтинг придуман, вот, для таких ситуаций, сколько голливудских артистов, сколько голливудских актеров, вот вы послушайте, какие-нибудь ток-шоу, да, это, там, грамма, грамма Нортона, вот я смотрю, они все переработали официантами, то есть они приехали в Голливуд, и, с мечтой о кино, но в кино их никто не звал, но они же не сидели, не ждали, когда позовут, они приехали, и просто кто в казино, крупье пошел работать, кто официантом, кто полы моет, кто за животными смотрит, кто в прислуги в горничные, понимаете, надо мечту-то воплощать, от судьбы, откупаться иногда, неподходящим трудом, в этом ничего такого нету, вот так я вас мотивирую, но для Елены, получится ли в этом году устроиться на работу в городе, работа в городе, ждет вас или нет, та самая подходящая, «Триумф, победа». Ну, такая, в общем, ситуация очень непростая, карты, да, однозначно вам все-таки не говорят, есть конфликтная карта, то есть конфликт здесь внешний, внутренний, можете найти работу подходящую, но, знаете, такую очень-очень нервную, с одной стороны, вы этой найденной работой очень гордитесь, потому что, ну, не знаю, может, это просто престижно, там считается работа в городе или должность какая-то хорошая, а в то же время от самого главного плана или от самых, ну, вот основных своих ожиданий вам придется отказаться надолго или даже на совсем навсегда, то есть карты не перекрывают вам, они говорят, устройство на работу в городе очень даже возможно, но это вообще не работа мечты, что-то есть лесное, что-то престижное в этой идее, но очень нервная, потери. Эта работа, кстати, может быть конкретно конфликтная сама по себе, не то, что вы там попадете в руки злого начальника или в плохой коллектив, а есть же такие работы, которые сами по себе конфликтные, конфликтные, ну, например, работа в полиции, она же, конфликт это базовая, на чем, собственно, это все зиждется и держится, да, а работа военных, мне кажется, что тоже такая работа, или работа каким-нибудь ревизором, инспектором, да хоть инспектором ДПС, женщин туда не берут пока, слава богу, но я думаю, мы доживем до этого. Вот очень интересный вопрос, Анна Баранова спрашивает, ну, вопрос оригинальный, тут я не знаю даже, кто-то сможет присоединиться к гаданию или нет. Опишу вам с криком души, у меня в браке тоже есть история нездоровых отношений, но она касается моего мужа и его дочери, она к нему стремится в свои 23 года, как пчела на мед, у нее нет никакой личной жизни и звонит ему каждый день по поводу и без, он весы, и к тому же с чувством вины за то, что бросил их мать, когда ей и сестре было 10,5, так что он точно не оттолкнет своего ребенка. Погадайте мне, пожалуйста, будет ли здоровый исход или всю жизнь они проведут парой? Ну, понятная проблема у Анны. Я в этой связи вспомнила из своей трудовой биографии эпизод. Был у меня коллега, уже очень пожилой мужчина, очень, вы знаете, прям я боюсь сказать, ну, допустим, ему 70 уже лет было, может, и за 70, наверное, даже. И мы сидели в одном кабинете, вот так вот рядом столы, и ему, соответственно, если ему 70, его дочь, ну, взрослая женщина, да, ну, минимум 40 ей, а лучше 50, вот, его дочь звонила ему, интересно, что не по мобильному телефону, а именно на стационарный, вот, рабочий телефон. Вот сейчас скажете неправда, истинная правда, вот богом клянусь, она ему звонила не реже, чем раз в полчаса. Каждые полчаса раздавался звонок на телефон, вот у него, который стоит на столе, он снимал трубку, и где-то 5 минут, ну, там, 5-7 разговаривать со своей дочерью, потом клал трубку, проходила там, ну, опять же, полчаса, 20 минут, опять раздавался звонок и так далее. Вот, а вы говорите, 23 года она привязана к отцу. Там женщина была намного взрослее. Так, ну, посмотрим. Хотя вопрос для очень такой размыто, здесь более точный нужно вопрос картам задавать, просто посмотрим, что карты на, какой прогноз на эту ситуацию дадут вам хорошо, да, именно отношения вашего мужа и его дочери. Тайна какая-то есть, и, скорее всего, эта тайна не между ними, это какая-то сокрытая информация, которая недоступна именно вам, Анна. Вы чего-то не знаете, не знаете. Ну, как правило, в такой ситуации можно не знать, я предполагаю, да, вы не знаете, например, сколько, дайте угадаю, да, вы не знаете, сколько ваш муж денег тратит на свою взрослую дочь, или сколько он ей дает, насколько он ей материально помогает. Но вы замужем за ним, то есть он это все отрывает от семейного бюджета вашего. Я не глумлюсь, я просто предполагаю. То есть есть какая-то тайна. И в этом уже, понимаете, вот вы говорите, будет ли здоровый исход, но карта Луна всегда описывает все именно нездоровое, понимаете, нездоровое, потому что неясное. Вот, видите, Ольга Филимонова удивительно проницательная женщина, просто Ванга, недаром же я в Болгарии живу, я сказала вам про деньги. Пожалуйста, принцесса Пентакли. Смысл этой всей истории, или это то, что вас должно беспокоить, интересовать, а может и интересует, может вы поэтому беспокоитесь и нам пишите. Это, конечно же, деньги, денежные потоки, распределения, денежные обязательства. Нет, а как еще папа, ушедший из семьи когда-то, давно-давно, вот как он еще свое отсутствие может взрослой девочке компенсировать? Чем? У нас, слава богу, почитайте гражданский кодекс. Моральный вред, компенсация морального вреда, не помню номер статьи. Моральный вред, возмещается в материальной форме. Нельзя моральный вред возместить в такой же моральной форме. Это невозможно, исключено. Поэтому, естественно, он деньгами, деньгами, только шуршащими купюрами может теперь искупить великую вину свою. И карты говорят про деньги. Есть какая-то денежная тайна там. О, я еще и пятерка. Пентакли. В общем, здорового исхода нет, я не вижу, но для вас ситуация может быть и нормально разрешится, потому что, ну, максимум, на что вы можете рассчитывать здесь, например, любовь дочери к своему папе закончится ровно тогда, когда у папы закончатся деньги. Ну, не знаю, как это для вас хорошо, да, у вас же тоже все-таки с этим человеком семейный бюджет. Или когда папа, например, вот она, луна, начнет от девочки свои доходы прятать и скрывать. То есть, это не конфликт абсолютно, но все равно все очень-очень завязано на материальном. И вот когда, ну, вот, денежная, денежная история, денежная коммуникация между ними поменяется, вот тогда, скорее всего, эта пара либо распадется, пара, я имею в виду отец и дочь, либо распадется совсем, либо она какой-то будет другой. Эта пара будет какой-то другой. Фито пишет, рубрика выходит редко, может, потому просмотров мало и ответов мало. Столько вопросов. Люди ждут по три недели. Те, кому надо, те дождутся, конечно, но часть вопросов теряет свою актуальность. Люди сначала ждут, а потом перестают ждать и ответы, и рубрику. Спасибо, что обратили внимание. Фито принимаю полностью, не возражаю, нисколько не возражаю вот против этих обвинений. Рубрика выходит действительно нерегулярно, но часть вопросов теряет свою актуальность. Ну нет, ну нет, не теряют они свою актуальность. Ну что, все замуж повыходили, что ли, три недели, пока не вышла программа, что все замуж вышли, все работу нашли, что ли, все переехали в город мечты. Ну нет, конечно, нет здесь таких вопросов, которые вот теряют так скоро свою актуальность. Но за рекомендации спасибо. это такая идеальная моя мечта. кстати, для всех любителей рубрики и для тех, кто себя относит, ну можно сказать, к постоянным зрителям, да, или к фанатам, может быть, то я даже расскажу свою мечту, надеюсь ее скоро воплотить, но, знаете, моя жизнь, она непредсказуемая. кому надо, те знают, почему моя жизнь такая беспорядочная, почему я вовремя, почему я по графику не могу выдавать программу. А моя мечта, конечно, рубрику вопросы-ответы, да, сделать регулярной, частой, например, два раза в неделю делать и проводить ее именно в прямом эфире, так, чтобы люди, которые хотят посмотреть, ждали, ага, например, вторник 21.00, все, я сажусь, завариваю себе чаек, беру круассан и буду смотреть и буду задавать опросы в прямом эфире. Но, правда же, идея какая. Спасибо всем, кто болеет за меня, переживает и за то, что вы мне советуете, как это все лучше сделать. Натали пишет, сына люблю безусловной любовью и заранее люблю и принимаю его будущую жену, он у меня еще несовершеннолетний. Это на уровне интуиции, но я ей доверяю. У меня больше вопросов по теме взаимоотношений с дочерью. Они очень болезненные, мы не понимаем друг друга от слова совсем. Впрочем, такие же отношения у меня с моей матерью. Сказка гадкий утенок будто про меня. Сама родилась не у той мама и дочь будто не моя. Наверное, это гордыня и я по полной программе получаю за нее по шапке. Натали, спасибо за комментарий. Заранее люблю и принимаю будущую жену сына. Здесь ключевое слово заранее и будущую, понимаете, легко любить все человечество, но попробуй полюбить своего соседа. То есть будущую гипотетическую невестку, образ которой вы придумали вот в голове как-то себе нарисовали, полюбить очень легко, потому что вы воображаете себе да кого угодно там, понимаете, там какую-нибудь утонченную, скромную, на пяти языках говорящую дочку депутата Государственной Думы и так далее, понимаете, вот и вот такую будущую воображаемую ее, конечно, любишь. А реальная девочка, которая придет и будет, она не будет соответствовать в любом случае, да, все тоже очень естественно, что у вас с мамой со своей плохие отношения и то есть конфликт поколений, то есть как это ну поколенческая карма, поколенческие ошибки, они же передаются и наша задача в этом сегменте, да, в семейной жизни этот конфликт снизить, сделать его поменьше, 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 поменьше. И в том, что у вас плохие отношения с вашей мамой виновата ваша мама, потому что понятно, да, с курицей все начинается не с яйца, ваша мама научила вас ее не любить, а в плохих отношениях уже с дочерью виноват, ну безусловно, вы сами, потому что опять же все с вас началось, и вы девочку научили тому, чтобы она была другая, или тому, чтобы она показывала какое-то протестное поведение, не будем с этим совсем сейчас разбираться, я думаю, что это тема для большой будущей программы, но вам Натали большой-большой привет и поклон, и приветствие, знаете, за что? За то, что вы осознаете, видите эту проблему, за то, что вы не боитесь об этом публично заявлять и писать нам сюда, потому что в основном большей части, по большей части такие истории очень замалчиваются. Святая Бернадет пишет, Святая Бернадет нам прислала вот такой комментарий, спасибо за философские беседы, вы сказали, что чтобы выйти замуж, нужно разбогатеть, но в моем случае случилось как раз наоборот, как только я во много раз повысила свой достаток, Святая Бернадет, напишите нам, пожалуйста, что вы сделали, как вы это сделали, как вы повысили во много раз ваш достаток, пожалуйста, прям инструкцию, туториал, ладно, нам всем пригодится, и стала достаточно успешной, мне стало в этом вопросе еще проблемней, теперь тот узкий круг мужчин, которые мне были хоть как-то интересны, стал еще уже, ну понятно, да, мои и без того тоже понятно, да, пуще прежнего, в том числе и в материальном уровне мужчины, опять же, понятно, ведь мне не нужен муж, который зарабатывает меньше меня, понятно, поймала себя даже на мысли, а нужен ли мне муж вообще, ведь я закрываю все свои потребности сама, а душевного интеллектуального общения добираю у подруг в книгах и слушая вас в том числе, спасибо большое, подскажите, пожалуйста, с помощью ваших Таро советчиков, надо ли мне еще на тему спутника жизни заморачиваться или уже отпустить этот вопрос и успокоиться на тему мужчин, Ирина, 48 лет, дева, Ирина, хотите вы того или нет, но мужские энергии в вашей жизни присутствуют или в самом скором времени дерзко в нее вашу жизнь ворвутся, видите, тут жезлов вам выпадает, самая мужественная такая брутальная маскулинная карта, она описывает все вместе и самого мужчину его портрет, который где-то рядом, на подходе, и его желание, вот как энергетический какой-то поток, это страсть, которая неизбежно между вами должна приключиться, поэтому вот прям с первой карты уже ответ, что надо, ну или придется заморачиваться, как вы говорите, на тему личной жизни, поиска спутника жизни, хотя вы, конечно, написали все правду, чем больше у женщины денег, тем уже круг этих людей, тем дальше они от народа, повышаются требования неимоверно, естественно, ну, все сущее, сущее, правда, не поспоришь, но, какие тут карты еще будут? разрушительная разрушительная такая башня, разрушительная, то есть, видите, все в пламени, даже гамма цветовая, видите, какая-то красная, золотистая, вот это вот черная, карты очень эти энергичные, и обещать, они вам могут, ну, достаточно разные вещи, но только не покой, не уединенную жизнь, вот у вас такой альтернативный есть вариант, успокоиться на тему личной жизни, вот в этих двух картах покоя нет, на свете счастья нет, но есть покой и воля, тут нет покоя, тут есть именно, как-то говорят, что вашу жизнь очень скоро поменяет какой-то мужчина, очень сильно вашу жизнь поменяет, прям, знаете, вот, ну, жизнь, не знаю, взгляда, распорядок дня, что-то еще такое, и, судя по вот этой шестерке, этот мужчина может оказаться сильно не новой, шестерка кубков, очень возвратная карта по ней, кто-то уже известный возвращается, как правило, вы можете встретить, ну, например, своего давно забытого одноклассника, свою первую школьную любовь, одноклассник ваш за эти годы успел разбогатеть и прославиться, правда, он полысел тоже за это время и растерял там, ну, часть привлекательности своей, я сейчас, знаете, почему смеюсь, вспомнила как адмирала Нельсона, да, персона, но он, скажем так, на закате жизни, нет, не на закате жизни, а на пике славы своей, очень плохо выглядел, то есть у него не было зубов, там, одного глаза, волос, чего еще, ноги или руки, ну, в общем, не знаю, ну, так, это лирическое отступление, это, то есть, вот, карты вам предлагают, ну, как минимум, одно, но очень выразительное приключение на тему личной жизни, и вы этого мужчину знаете, вас что-то связывает или связывало, ну, в крайнем случае, он вам кого-то очень сильно напомнит, например, будет похож, очень там, на вашего первого мужа, или на мальчика, который вас первый в кино пригласил, отношения доверительные, при этом, довольно такие, ну, шестерка, родственные могут быть, то есть, во что это выльется, тоже мы здесь не скажем, тут надо более, наверное, большой какой-то расклад делать, но покоя пока нету, пока все как раз, наоборот, очень живенько. Юлия М. спрашивает, у нас с моим спутником жизни после 7 лет наступил серьезный кризис, ссора и полное игнорирование, хотя живем вместе. Спросите, пожалуйста, у карт выйдем ли мы из этого или это конец. Вот мне кажется, это, конечно, грустно, да, грустно, когда люди вместе живут и игнорируют друг друга, ну как, не разговаривают, это же очень трудно в быту не разговаривать. Это трудно, потому что какие-то бытовые-то вопросы же нужно как-то обсуждать. Выйдете вы из этого кризиса или это конец, к вопросу Юлии тоже вы можете присоединиться, если у вас похожие проблемы. раз, два, три. Очень много в ваших руках, Юлия, очень много в ваших руках, то есть практически, знаете, карты предлагают вам для благополучного исхода именно работать над вопросом. Вы командуете ситуацией, вы распоряжаетесь будущим, сейчас ваших отношений, то есть у вас продолжатся отношения, только если это будет именно ваша победа. Представьте, что для вас сейчас вот эти отношения это некий театр боевых действий, где вы должны вырабатывать тактику и стратегию, должны очень оперативно реагировать и мыслить, должны буквально своими руками, своими нервами будущее ваше в этой любовной истории буквально ковать. А чтобы вам легче было, что у вас были развязаны руки, чтобы вы вот такой, вы здесь выглядите женщиной-воительницей, понимаете, да, воительницей, вот как вы решили, как вы сделали, так и будет. А чтобы у вас руки были свободны, развязаны, вам надо очень от многого отказаться. От чего? От какого-то плана, который заранее был обречен и не состоялся, отказаться от, ну, каких-то напрасных или чрезмерных ожиданий от мужчины, например, в этих отношениях. Елена Чис спрашивает, встречаюсь с молодым человеком полгода. Спросите, пожалуйста, у карт, есть ли перспективы у этих отношений или все пустая трата времени. Так, для Елены. Елена пишет даты рождения. перспективы. Посмотрим, Елена, какие перспективы у вас в этих отношениях с молодым человеком Валерий. Валерий, его зовут. Елена и Валерий. Перспективы. Что вас ждет? Раз, два, три, ближайшее будущее очень, знаете, такое неожиданное. Сам в ближайшем будущем ждите новость, новость, приход, новая информация, это какое-то новое знание. Иногда это новый человек. Я не знаю, что вы включаете в понятие перспективы, но, например, рождение ребенка, это как относится к перспективам у вас или нет? Потому что карты говорят пока, такого долгосрочного какого-то понятного будущего мы не видим, но чтобы загадывать на будущее, чтобы что-то планировать, дождитесь скорых, внезапных, удивительных новостей. Например, по таким картам, а еще четверочка, это знак болезни, но для карт беременности это тоже болезнь. Внезапная беременность, внезапная новость, ужасно счастливая новость, а беременность вообще в идеале конечно это очень счастливое такое событие. Внезапная беременность, внезапное известие о том, что у вас будет ребенок, и поэтому многие жизненные проекты в этой связи как-то останавливаются. То есть, понимаете, тут нет карт про долгое устойчивое будущее, нет старших арканов, нет каких-то крупных арканов. То есть, ваша история, Елены и Валерия, очень сейчас подвижная. и пока не придет эта новость неожиданная, счастливая, в чем-то она, конечно, вас ограничит, но паразит, понимаете, паразит. Пока не придет эта новость, вы никаких выводов сами даже не сможете сделать. И эти перспективы не откроются для вас устойчиво, и не закроются они для вас, потому что событийный ряд, вот понимаете, должно что-то скоро поразительное произойти. Восьмерка жезлов, представляете, то есть, вас ждет новость, какая-то информация, от которой вы вот просто вас ротик раскроется, понимаете, вот вы шок буквально испытаете, но шок какой-то счастливый. И вот с этого момента, с момента этого знания, с момента этой новости, уже отсчитывается какая-то новая, более, может быть, понятная история ваших отношений. Да, и в преддверии дня Святого Валентина не могу обойти вниманием следующий вопрос. Хотя, почему? Может быть, мы до 14 февраля с вами еще увидимся. Ольга Глинчук спрашивает, спросите, пожалуйста, у злых карт, злые карты, знакомьтесь, встретимся ли мы с Валентином в 2023 году? Вашу рубрику «Вопросы и ответы» очень люблю, переслушиваю неоднократно. Ольга, спасибо за ваше внимание, за то, что вы смотрите вопросы и ответы, за то, что вы пишете и вопрос с картами. Но берегитесь, вот эти самые злые карты, какие только могут быть. У них, видите, даже такие картиночки все, даже на хороших картах, вот нормальные карты, вот любую, да, можно взять, у них все равно картиночки какие-то с подсмыслом и с подвохом. Вообще, уникальная колода, ни у кого, нигде, вообще никогда не видела. Как они ко мне попали, я не знаю. Ни в продаже, ни на каких удаленных Алиэкспрессах, ни на чем. Это какая-то просто раритетная колода. И, итак, встретится ли Ольга с Валентином в 2023 году. Тоже можете присоединиться к этому вопросу, если не боитесь злых карт. Так, кто это? Король кубков. Но, похоже, что это сам Валентин здесь появляется. Карты говорят, что у мужчин это чувство есть. Вот, видите, как он выдал себя, как мы все про него узнали и раскусили его, да? Король кубков. Но тут не иначе, как сам Валентин. То есть, не знаю насчет встречи, но, похоже, что он хочет ее. Далее, восьмерка кубков. Как правило, восьмерка кубков планы разрушает. И, в общем, она часто говорит нет, отвечает нет на заданный вопрос. А также здесь, что еще выпадает? Карта силы, но перевернутая. Вот такой вам ответ. Увы и ах. Скорее всего, то есть, почти наверняка вы с Валентином не встретитесь в 2023 году. Карты вам рекомендуют как бы этот план даже бросить, как бы от него отказаться, вам легче будет жить, может быть, даже находить каких-то других, хотел сказать, какие-то другие развлечения, ну, не знаю, каких-то женихов там находить, да? Вот, восьмерка кубков и карта сила здесь есть, то есть, она очень физическая, то есть, такая, или физиологическая, если хотите, да? Она всегда вот обещает свидание, например, а перевернутая говорит, что свидание как будто близко, но вы все равно разойдетесь, то есть, оно не состоится. Ну, и каким-то утешением для вас может послужить, наверное, этот король кубков, то есть, мы видим мужчину, это портрет вашего Валентина, который сам, в общем, имеет чувства, но он остается таким любящим героем для вас на расстоянии. Эти чувства, карта хорошая, но очень пассивная, король кубков сам ничего не делает, он может сколько угодно переживать, но он не деятельный абсолютно герой. То есть, мы видим мужчину, который любит на расстоянии, никаких шагов не делает, ничего не предпринимает. Другой вопрос, почему мы тут, опять же, не будем углубляться? И вот, из этого сочетания вроде бы глубоких его чувств, но и такой же глубокой пассивности, все планы рушатся, уходят на другой план, и все планы, все планы, да, не состоятся. А еще перевернутая сила, карта, часто говорит, что кто-то не договорится, вы просто не сможете договориться, не сможете нормально, по-человечески, друг друга понять. и по сути, только это не дает вам встретиться, быть вместе, не договорились, не договорились, понимаете, да? Ну что ж, друзья, я очень рада, что вы досмотрели эту программу до конца, что вы досмотрели этот такой долгий мой эфир, вот это вот такое вот включение. Я надеюсь, что я и советы моих карт оказались хоть немножко вам в жизни полезными. Пишите вопросы и комментарии, и мы обязательно еще увидимся. субтитры сделал DimaTorzok